Добрый день, мы из Украины и я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно, по традиции, мы начинаем с вами видео обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня на календаре у нас 6 мая, киевское время, 19 часов. Но прежде чем начать свой видео обзор, хочу сделать небольшое объявление. Вы пишите в комментариях, что вопросы вы задаете, я не вижу эти вопросы, не читаю, может быть. Я хочу уточнить, что вопросы, я просматриваю все комментарии, все к моим видео на моем канале. Если вы хотите задать мне вопрос, я постоянно предупреждаю, смотрите в оригинале мои видео. Я не отслеживаю распространение своих видео на других каналах. Естественно, не там не читаю комментарии и не могу ответить на те вопросы, которые вы задаете там в комментариях. Поэтому обращаю ваше внимание, заходите на мой канал, смотрите мои видео в оригинале, пишите комментарии, задавайте вопросы. 100% они будут прочитаны, эти комментарии. Если вопрос будет вызывать интерес, я на него постараюсь ответить. Это что касается объявлений. Ну и еще начать хочу с приятного. Сегодня день пехоты. На мой взгляд, как человека военного, наверное, это самый главный род войск. Самый главный. Какие бы ни писали там дифирамбы или стихи, песни, летчик высоко летает, мама, я летчика люблю. Или, эй, моряк, ты слишком долго плавал. Все равно без пехоты никуда. И даже бок войны артиллерия, она воюет исключительно в интересах пехоты. В обороне она их защищает ее заградительным огнем. В наступлении она обеспечивает ее наступление огневым валом. Поэтому даже боги войны работают на пехоту. Я поздравляю, искренне поздравляю всех рядовой состав, сержантский, офицерский, представителей рода войск пехоты, царицы полей. Действительно царицы и главного, на мой взгляд, рода войск любой армии мира. Поэтому с днем пехоты. Ну а мы с вами начинаем очередной видео обзор о оперативной обстановке. Итак, не минула эта ночь без приключений и без очередной атаки. Была атака шахедами с южного направления, с восточного побережья Азовского моря. Окупанты применили 8 ударных дронов шахед 136 или 131, они аналогичные. Все дроны были уничтожены средствами воздушного командования Восток. Ну и хочется немножко вернуться назад в 4 мая. Почему? Потому что наконец-то у нас получилась какая-то эпопея. Немножко непонятная, без вразумительного объяснения командования воздушных сил. В ночь с 3 на 4 мая силами ПВО страны, в частности с зенитно-ракетным комплексом Патриот, была сбита ракета Кинжал. Гиперзвуковая ракета, суперорудие, которым хвастался Путин на протяжении многих лет. Мультики показывал всему миру и сказал, что мы теперь, мы можем преодолеть любую систему ПВО. А нет. Оказалось, что Патриот может сбивать Кинжалы. Потом было опровержение. 5 числа, по непонятной причине, воздушное командование очень долго опровергало эту информацию. И наконец-то сегодня, 6 числа, мы получили официальную информацию от командующего воздушных сил, вооруженных сил Украины, о том, что да, действительно, ракета Кинжал Х-47, выпущенная с носителя МиГ-31К, с территории Российской Федерации, была сбита в Киевской области зенитно-ракетным комплексом Патриот. Так что, прощай, прощай непобедимое оружие, я бы сказал так. Я думаю, что очень многие военные специалисты и у нас, и на Западе, очень ожидали вот этого прямого боестолкновения Патриота и гиперзвуковой ракеты. По заявлениям, она российской стороны, она была чуть ли не единственная в мире. Поэтому, было всем очень интересно. Ну, и скажу так, что Патриот не подвел, сбили Макинжал, так что для нас теперь... Это говорит еще о том, что ракеты Х-22, аэробаллистическую ракету, старую советскую, жидкостную, мы тоже сможем сбивать теми же самыми комплексами Патриот. Ну, и далее по оперативной обстановке. За прошедшие сутки противник нанес 8 ракетных ударов, 49 авиационных ударов. К сожалению, авиация противника активизировалась в последнее время, но в основном за счет нанесения ударов планирующими бомбами. До 20 бомб в сутки в среднем использует российская сторона, производя удары по нашим войскам и по нашим населенным пунктам. Также было произведено 82 огневых удара из реактивных систем залпового огня российской оккупационной армии. Пострадали мирные люди, разрушены, повреждены частные жилые дома, есть и другая гражданская инфраструктура. Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой. На этих направлениях за прошедшие сутки силы обороны Украины отразили около 50 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. По оперативным направлениям, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенных изменений не претерпела. На Северском и Слобожанском направлениях враг наносит авиационные удары по Черниговской области и минометные артиллерийские обстрелы по Сумской и Харьковской областям. В общем, обстановка тоже изменений не претерпела, но продолжаются обстрелы. На Купинском и Лиманском направлениях здесь противник наступательных действий не проводил. На всей линии боевого соприкосновения происходили позиционные бои, перестрелки и обмен артиллерийскими ударами. Бахмут. Здесь тоже отмечается некоторое затишье по сравнению с другими днями. С чем это связано? Либо с истощением сил противника, либо с попыткой его накопить резервы. Мы знаем вокруг Бахмута, мы об этом еще поговорим сегодня, там идет переполитические игрища, танцы с бубнами со стороны Российской Федерации. Но надо отметить, что все равно противник продолжает вести наступательные действия, что продолжаются бои в самом городе. И вокруг него тоже оккупанты безуспешно, слава богу, пытаются атаковать населенные пункты. Ну, в частности, за последние сутки были попытки атаковать Григорьевку, Ивановская и Нью-Йорк. Все попытки, все атаки противника были отбиты нашими войсками. На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. То есть, тоже пытались, но в основном это больше даже похоже было на разведку боем. Я говорил, что Авдеевка, там они пытаются накопить, опять же, пытаются накопить резервы. У них с этим проблемы. Шахтерское направление. Здесь никаких наступательных действий противник не проводил. Тут идут артиллерия, российская артиллерия наносит удары по Углидару, в основном по Углидару. Они почему-то там только сосредотачивают свои основные усилия. Но при этом наша артиллерия ведет контур-батарейную борьбу. Судя по результатам предыдущих суток, довольно успешно. Количество уничтоженных артиллерийских систем, иногда более 10 единиц. Запорожское и Херсонское направления. Здесь все без изменений. Противник ведет оборонительные действия, роет окопы. Кстати, складывается интересная ситуация. Им некого сажать в эти окопы. На сегодняшний день Российской Федерации, они нарыли такой объем земляных работ, провели, что количества личного состава недостаточно. Не удивляйтесь, что 370 тысяч, а в окопы посадить некого. А еще надо перебрасывать резервы на передок, где постоянно противник несет потери. А еще наша артиллерия работает в глубину до 100 километров от линии фронта. И уничтожает в том числе, а особенно в первую очередь, живую силу противника. Только если верить российским пабликам, за последнюю неделю более 2000 человек личного состава, убитыми и ранеными, потеряли российские войска среди своих резервов. Только резервов. Это не потери, которые мы каждый день оглашаем, на передовой в результате активных боевых действий. Так что, к сожалению, здесь противник продолжает вести обстрелы нашей территории. За прошедшие сутки более 40 населенных пунктов было обстреляно. Наша артиллерия ведет контрбатарейную борьбу, борется с резервами противника. Но противник продолжает рыть окопы глубже и шире. Я так определяю. Пытаясь подготовиться к нашему контрнаступлению. Далее, ситуация на оккупированных территориях не изменяется. Там остается, точнее даже не остается, политику российской оккупационной власти проводят, политику геноцида. В плане принуждения наших граждан к принятию российского гражданства. То есть, взять российский паспорт в руки. При этом мужское население тут же получает повестку. Пишут, что сообщает разведка, что такие города, например, Старобельск, они два раза приходят в дом или в квартиру, предупреждают, что надо взять российский паспорт. На третий раз просто выбивают двери и выносят вещи на улицу. Вот так вот ведет себя русский мерк по отношению к гражданам Украины. Далее, авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 10 авиационных ударов. В основном по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также сбиты вражеские беспилотники типа Шахет. Два беспилотника типа Зала. Один беспилотник типа Орлан. Один беспилотник Куб. И один БПЛА типа Ланцет. То есть работа против беспилотников ведется нашими силами ПВО, армейского ПВО, которое расположено непосредственно в фронтовой зоне, ведется усиленно и планомерно. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять районов сосредоточения живой силы и военной техники противника. Три состава боеприпасов уничтожено и горюче-смазочных материалов. Ну сколько каких, непонятно. Три состава. И тех, и тех. Одно средство противовоздушной обороны и еще пять важных целей противника. Всего за прошедшие сутки наши защитники ликвидировали 560 российских оккупантов, уничтожили 7 танков, 14 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем. Кроме того, враг потерял две реактивные системы залпового огня, два средства ПВО, 14 беспилотников оперативно-тактического уровня, 20 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Вот такие потери понес противник за прошедшие сутки в результате боевых действий сил обороны Украины. Вот такая вообще военная обстановка сложилась на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а мы с вами немножко поговорим о военно-политической обстановке, которая происходит в Украине, вокруг нашей страны. Ну и одна из новостей, которая сегодня происходит, ну уже к этому часу она, слава богу, закончилась, это коронация нового короля Великобритании. Чарльз III взошел на престол и стал новым королем, новым монархом британской короны или британской империи. До сих пор они сохраняют у них монархия и они сохраняют статус имперского государства. Украину представляли премьер-министр Шмыгаль и первая леди Украины Елена Зеленская. Кстати, Елена Зеленская провела встречу с Кейт Миддлтон, это жена принца Уильяма. Он теперь главный или первый кандидат на замещение трона, в случае, ну если что-то произойдет с действующим королем, с действующим монархом. Вот, и Кейт Миддлтон, естественно, претендует на место королевы в порядке наследования престола. И также она провелась на встречу, ну а всю церемонию она была вместе с женой Джо Байдена и с его внучкой Джо Байдена. И вот они в этой кампании втроем полностью проводили, наблюдали, точнее, со своих мест за прохождением церемонии. Кстати, внучка и жена Байдена были одеты в цвета украинского флага. Внучка в желтом платье, жена Байдена в синем платье. То есть, сине-желтый стал, ну и острый глаз на таков сразу же заметил, что в Букингемском дворце был ковер, тоже сине-желтого цвета. Ну, сказали, что это связано, ну я не думаю, что это было специально подобрано под наш флаг, но совпало. И нам это тоже, это тоже приятно. Такое совместное времяпрепровождение говорит о политических намерениях дружбы и дальнейшего сотрудничества наших стран, Соединенных Штатов Америки и Украины. Ну и присутствие на церемонии тоже с Великобританией вместе, куда же без нее. И теперь более важное событие, это состоялся обмен военнопленными. Вчера домой вернулись 45 наших защитников. По документам пишут, что это все защитники Азов-Стали. Все 45, 42 мужчины и 3 женщины. Среди них 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров. Все они бойцы Национальной гвардии Украины, полка Азов. Они удерживали комбинат, они выходили из комбината согласно распоряжению Верховного Главнокомандующего Зелинского. Их обменяли. К сожалению, их обменяли на... Я имею ввиду не сам обмен, я имею ввиду на цену обмена. Их обменяли на трех летчиков российских воздушно-космических сил. Я так понимаю, Россия идет на такие обмены, потому что у нее крайняя проблема с летным составом. И я не удивлюсь, что эти летчики через пару дней сядут за штурвал самолетов и начнут участвовать в дальнейших бомбардировках нашей территории. Но все равно мы своих защитников стараемся вызволить из плена. Даже такой ценой. Далее. Беларусь продолжает удивлять. Лукашенко иногда выдает перлы политических заявлений, которые потом обговаривают очень долго. Я думаю, что это не без его участия. Беларусь вдруг неожиданно ввела контроль, паспортный контроль на границе с Российской Федерацией. Сразу же образовались километровые очереди. И стало заметно, какое количество россиян пытаются уехать в Беларусь из Российской Федерации. Если раньше мы наблюдали очереди на казахской, грузинской границе, то сегодня оказалось, что в Беларуси то же самое. Но Беларусь решила все-таки взять под контроль этот поток беженцев из России. И стали проводить паспортный контроль. И стали проводить таможенный досмотр. Причем в жесткой форме. И довольно, я бы сказал, глубоко. Всех выгоняют из машин и обыскивают машины полностью. И вносят в реестр документы. То есть того, кто пересекает границу. Вот такой вот дружеский шаг от Беларуси получила Российская Федерация. Далее, Иран. Газета Times of Israel пишет, что Иран получил обогащенный уран от 20 до 60%. Количество которого достаточно для производства пяти ядерных бомб. Даже, видите, посчитали объем. Глава Минобороны Израиля отметил, что обогащение Ираном урана до 90% было бы серьезной ошибкой. И могло бы спровоцировать воспламенение региона. Однако западные политики считают, что в ближайшее время ракеты не будут произведены. Так как помимо достаточного количества расщепляющегося материала для ядерного оружия, необходимо еще и дополнительное время, чтобы подготовить непосредственно снаряды к использованию. То есть сами заряды, надо время для того, чтобы их создать. Уран они обогатили. Хотя ранее писалось, что 60% это мало. 90% да, это практически чистый уран, с которого можно склепать ядерный боезаряд. Но тем не менее, Израиль высказывает такое опощение. А вот Соединенные Штаты заявили, что Иран еще не обладает всеми технологиями, необходимыми для создания бомбы. И не принял окончательного решения по поводу создавать ее или не создавать. Очень интересно в этом сообщении отметить то, что Израиль и Соединенные Штаты, на мой взгляд, соревнуются в том, кто глубже знает проблематику ядерной программы Ирана. То есть такое впечатление, что действительно они ее отслеживают, что у них просто информация прямо изнутри этой ядерной программы. И они точно знают, сколько урана, какой процент обогащения, какие технологии есть, каких нет и сколько времени понадобится еще для того, чтобы освоить эти технологии и все-таки выдать на гора ядерный боезаряд. Так что довольно интересная ситуация, посмотрим, как будет развиваться. Но тем не менее Израиль уже готов, я так понимаю, Израиль бьет в колокола и готовится, скорее всего, на мой взгляд, Израиль готовится к применению каких-то серьезных мер по предотвращению дальнейшего обогащения урана в Иране. И чтобы не дать повода для, как они говорят, зажечь регион, то есть Ближний Восток. Не перестает удивлять премьер-министр Венгрии. То он говорит, что война в Украине грозит всем глобальной войной и призывает немедленно. Ну, это российский нарратив. Я так понимаю, что Путин достал все-таки папочку с компроматом на Орбана и начал его жесткий шантаж. Потому что Орбан просто пустился во все тяжкие грехи и начал обвинять. Самое главное, что премьер-министр Венгрии не выставляет, не говорит о главной причине войны в Украине. То есть вывода российских войск. Он не говорит, что господин Путин уберите войска из Украины и сразу воцарится мир. Он требует, чтобы мы прекратили огонь и фактически сели с Россией подписывать капитуляцию. И если позавчера он говорил о том, что Венгрия несет огромные убытки из-за траты, из-за войны. Поэтому Украина должна немедленно прекратить огонь, остановиться там, где стоит и сесть за стол переговоров. То вчерашнее его заявление вообще на уровне, как говорил известный киногерой, когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите. Так вот он договорился, что в Украине живут венгры. Часть Украины, ну это понятно, этнические венгры на границе с Венгрией, конечно же, живут в Украине. Часть Украины это исконно венгерские земли. Ничего не напоминает, знакомое выражение, исконно венгерские земли, исконно российские земли, говорил Путин. Которые принадлежат сейчас Украине. И венгры тоже погибают на войне. Поэтому мы как минимум вдвойне мотивированы на обеспечение мира. Но видите, как однобоко, да, обеспечение мира. Украина должна прекратить огонь. А вывести войска Путину он подсказать не может. До этого господин Орбан, к сожалению, не додумался. Далее. НАТО провели учение на фоне опасений возможного удара России по критически важным подводным объектам Европы и Соединенных Штатов. Об этом сообщает нам Блумберг. Но вы помните, да, что были взорваны три из четырех ниток Северного потока. Четвертая получила повреждения. И сегодня не может транзитировать газ из Российской Федерации в Европу. До сих пор не понятно. Ну, как на Западе есть понимание, кто это сделал. Потому что даже там некоторые скандинавские страны выложили материалы своих разведок о том, какие суда, в каких районах российские суда барражировали Балтийское море. После чего произошли вот эти взрывы. Причем даже было описание этих судов суден, что они специализируются на глубокободных работах. Так что вполне возможно и заинтересованным в подрыве этих газопроводов, естественно, больше всех выгоды получала Россия. Они надеялись, что Европа за зиму замерзнет и к весне все начнет, точнее зимой все начнет восстанавливаться. Но зима оказалась теплая. И Европа закончила зиму с рекордным количеством газа в хранилищах. И сейчас из-за того, что никто не кинулся, нет ажиотажа в покупке природного газа, потому как хранилища довольно еще полные, началось падение и стабилизация цены на мировых биржах по покупке и продаже газа. И естественно Российская Федерация пытается опять же шантажировать, она пускает эти корабли, которые могут вести глубокободные работы. И они курсируют или дрейфуют в районах, где пролегает коммуникация Европы. Это и оптиковолоконные кабели, это и электрические кабели в том числе, это и продуктопроводы, в том числе и газопроводы, которые существуют между Скандинавией и материковой Европой. Так вот, страны НАТО завершили в пятницу учение для усиления наблюдения за подводными лодками, после того, как Альянс предупредил, что Москва ведет наблюдение за важнейшими подводными объектами Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Помните, да, подводная лодка Белгород, там с Посейдоном на борту, плюс там есть глубоководные аппараты типа Лошарик, которые могут спускаться и так далее. Ну вот они решили предотвратить это событие. Провели соответствующие учения по противодействию Российской Федерации в этом вопросе. Все тут появились сообщения с Запорожской атомной станции, но они противоречивые. Директор станции, который назначен оккупационными властями, то есть местный гауляйтер, заявляет, что все блоки атомной станции остановлены. Но причины остановки он не называет, но по его словам, что все обслуживается, все в пределах нормы и радиационная безопасность полностью обеспечивается. Представители же МАГАТЭ говорят, что это не соответствует действительности. Ну, очень плохо. Я так понимаю, что Россия опять пытается начать, в преддверии опять же, скорее всего, связывая это с нашим контрнаступлением. Россия готова все, что угодно сделать, лишь бы избежать нашего контрнаступления, понимая, что они успеха в этой оборонительной операции иметь не будут. Так вот, они пытаются шантажировать, опять и в том числе напоминают, что у них в руках Запорожская атомная станция. Ну, я надеюсь, что они тоже, видите, в конечном итоге, они хоть и пугают, но очень осторожно, в конечном итоге тоже не идет. И пишут, что все в строгом контроле, регламент необходимый производится на реакторах и радиационная безопасность в пределах нормы. Ну, и вишенка на торте сегодняшнего блока военно-политических новостей, это то, что Российская Федерация стягивает к Москве средства ПВО и расширяет кольцо воздушной обороны Москвы. Очень, очень, очень напоминает 41-й год, когда там на крышах даже стали ставить вот эти счетверенные пулеметы типа Максим для борьбы с воздушными целями. Так вот, средства по системе ПВО начинают расставлять уже в Туле. Вокруг города расставляют дополнительные системы ПВО. Причем видно, что стягивает все, что есть. Опять, кстати, арктические дивизионы ПВО, которые несли дежурство в Арктике, здесь появились уже в районе Тулы. То есть, собирают последнее. Все, что есть, все, что боеспособно, стягивают и пытаются вокруг Москвы расставить эти средства ПВО. Кстати, по поводу дронов. Появилась очень интересная информация, что дроны на Кремль, вот там Песков сделал еще очередное заявление, что за этими дронами стоят Соединенные Штаты. Ну, интересный вопрос, да. Если за дронами стоят Соединенные Штаты, какие вопросы к Киеву, к нам? Если за дронами стоит Киев, то тогда чего вы обвиняете Соединенные Штаты? Вы определитесь. Никак они вот это определиться не мог. Кто же и как же. А вот я нашел в российских пабликах, российские аналитики пишут, что дроны были запущены с территории города Москвы. И они прилетели не с запада, они летели где-то от направления улицы Ордынской. Москвичи знают, где это. Я с трудом догадываюсь, где это. Но это восток Москвы, это точно улица Ордынская. И предполагают, что дроны могли быть запущены с грузовика. Кстати, очень, очень... Я сразу же вспомнил, как запускаются шахеды. Пусковая установка шахедов находится на грузовой машине, которая замаскирована под обычный тентованный грузовик, гражданский. И вот тут вот такое сообщение меня очень как бы не удивило, а наоборот дало мне ответ на вопрос, откуда же могли прилететь эти дроны. Вполне возможно, что грузовик мог остановиться на одной из улиц, поднять тент, время ночное, все практически по домам, на улице никого нет, выпустить два дрона, закрыть тент и стихонечко уехать. Вот один из вариантов этих... А потом можно обвинять кого угодно. Ну и... Но все равно, как бы не крутил Песков, чтобы он не заявлял и чтобы они не делали, я так понимаю, что эти дроны это все-таки результат внутренних расприй вокруг трона короля. То есть там уже начинается борьба на найских мальчиков в плане того, кто... А в плане отстранения Путина от власти и в плане борьбы, кто следующий сядет на эту табуретку под названием президент Российской Федерации. Ну что ж, вот такие вот новости военные и военно-политические произошли в Украине и вокруг нашей страны. Я по традиции сделаю паузу. Еще раз напоминаю, кто не подписан, приглашаю подписаться на мой канал. И, кстати, смотрите видео. Это для того, чтобы вы могли смотреть видео, знать, что они появились, новые видео, смотреть их на моем канале и в комментариях задавать свои вопросы. А не писать комментарии и вопросы где-то там на других каналах. Те, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк. Тогда его смогут увидеть как можно большее количество людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции, это ответами на те вопросы, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня. Доброго дня. Будет следующий. Доброго дня. Оценить, пожалуйста, потенциал гипотетической наступальной операции с Питторецкой и Северской в сторону Алчевска с заходом в тыл в оружейном угруповании в Бахмуте. Насколько имоверным и перспективным может быть такой хит. Дякую, слава Украине. Ну, я вам скажу так, что нет ничего невозможного. И такой вариант контрнаступления вооруженных сил Украины ударом от Северска и Торецка на Алчевск я абсолютно не исключаю. Вполне возможно. У генерального штаба сегодня карт-бланш 1200 километров линии фронта. В любом месте вполне может быть. Так что, да, такой удар, кстати. И выход на Алчевск с последующим поворотом на юг в сторону Донецка. А там от Алчевска слева на северо-западе Луганск. То есть рукой подать. Да, это был бы довольно неплохой, наверное. И таким образом выйти к государственной границе. И, точнее, даже можно не идти на Луганск и Донецк. А наоборот, Солчевска продолжит движение на государственную границу российско-украинскую. И выйти на границу. И начать отсекать российскую группировку от территории Российской Федерации. Да, такой вариант имеет право на жизнь. Какой выберут, к сожалению, мы с вами не знаем. Нам осталось только набраться терпения и ждать решения Генерального штаба. Здравствуйте. Очень интересный вопрос касательной новостей из оккупированной Запорожской области. Сейчас из многих источников поступает информация о том, что в оккупированной Запорожской области будет эвакуировано 18 населенных пунктов, в том числе Токмак. Судя по всему, они туда ждут нашего наступления. Никто не может знать, так это или нет. Но если предположить, что это так, то возможен ли сценарий, что Токмак превратится во второй Бахмут? Или же русские, вероятно, просто побегут? Ведь он является первой линией обороны. А у меня там родня и тревожная. Спасибо за ответ. Я думаю, что мы не будем штурмовать. Мы уже говорили с вами об этом неоднократно. Мое мнение такое. Я не думаю, что мы будем превращать города в руины, как это делают российские войска. Мы, скорее всего, будем обходить и стараться эти города взять в кольцо. И таким образом угроза окружения может вынудить противника отступить из этого города. А если он захочет оборонять позиции, то тогда, окружив этот город, выставлять ультиматум на сдачу гарнизона без сопротивления. Так что, скорее всего, то, что мы не будем бомбить и расстреливать с артиллерией эти города, это, можно сказать, с полной уверенностью. Мы не ведем такую практику наступательных боев, когда города стираются с лица земли. Поэтому не переживайте за родственников. Ну а родственникам, конечно же, может быть. Смотрите по обстановке на месте, потому как мы с вами не находимся там, в частности я. Поэтому трудно сказать. Но по обстановке на местности принимать решение надо там, именно там, в зависимости от того, уезжать, не уезжать. Олег, приветствую! Слава Украине! Как вы считаете, может ли этот срач между Вагнером и МВД оказаться всего лишь спектаклем для поступления, притупления бдительности вооруженных сил Украины? С уважением, Сергей из Керчи. Ну не МВД, а МО. Не с Министерством внутренних дел, а с Министерством обороны. У Пригожина вот этот срач, как вы назвали. Да, действительно, это можно таким словом обозвать. Я так понимаю, что нет, скорее всего, вряд ли это может быть и ПСО, потому что там действительно назревает очень серьезный конфликт в плане борьбы, даже я бы не сказал, что Пригожина и Министерство обороны. Нет, там уже, по-моему, просто это линия соприкосновения, знаете, как линия фронта между разными политическими кланами в окружении Путина. И просто Пригожин озвучивает. Кстати, шантаж продолжился. На сегодняшний день Пригожин там сделал кучу новых заявлений. Там Кадыров вчера объявился и вдруг заявил, что если типа Пригожинцы уйдут, то кадыровцы готовы взять подразделение Ахмат Кадырова, готовы взять этот участок Бахмута на себя вместо Пригожинцев. А Пригожин не остановился, Пригожин пошел дальше. Теперь Пригожин сделал заявление, он требует от Шойгу, от Министра обороны России, требует немедленного отдачи распоряжений на то, чтобы подразделение Ахмат сменило подразделение Вагнер. Кстати, скажу так, что в этом плане этот раунд, судя по всему, выиграл Пригожин. У него теперь есть козырь, которым он, видите, будет бить по носу Шойгу, в том плане, что, ну есть же кем поменять, давайте, отдайте моих людей. Естественно, они же будут выходить с оружием, с боекомплектом, со всем, и дальше Пригожин сможет, вот тогда, если они выйдут из Бахмута, им дадут выйти из Бахмута, то тогда Пригожин сможет ими распоряжаться, и его политический вес начнет расти. Потому что, когда у тебя, когда ты сиди, когда вот такой глава организованной преступной группы сидит на штыках своих бойцов, наемников, то он чувствует себя намного увереннее и, естественно, имеет, в России он 100% имеет политический вес. В цивилизованном мире он бы был причислен к числу террористов, преступников, уголовное дело, и его бы ловили как преступник. А здесь, в России, ну там особенности, такая страна. Какой аэродром, такие бомбы. Здесь он пытается набрать политический вес. Так что я не думаю, что это ИПСО, я думаю, что это реальный конфликт, который просто уже вышел из-под контроля, выплеснулся наружу, и дальше он будет развиваться все больше и все сильнее. И трещина или разлом этот, который мы увидели здесь, он будет становиться все больше и больше. Что приведет к открытому противостоянию. Это следующий этап, на мой взгляд. Открытое противостояние между Пригоржинцами и Министерством обороны. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как работает система ПВО. Они сами вычисляют траекторию перехвата. Как с самого начала ПВО себя ведет с момента вылета вражеской ракеты? Ну, конечно же, нет. Смотрите, если мы говорим, что, допустим, баллистическая ракета С-300 на максимальную дальность летит 40-50 секунд, а, допустим, время реакции у комплекса ИРИС-Т или НАСАМС 10-15 секунд или 12 секунд на появление цели, то как о каком вычислении вручную может идти речь? Конечно же, система, смотрите, единственное, что она работает в математике. Никто же математику не отменял. Как работает ПВО? ПВО дежурит. Радиолокационные станции смотрят небо. Как только появляется цель в пределах досягаемости, видимости РЛС, сразу же делается засечка несколько точек, просчитывается дальнейшая траектория. Кстати, они определяют примерную, если ракета не поменяет курс, то они определяют примерную точку падения ракеты и могут сразу же сказать, куда она летит. Если район закрытый и имеет огромную ценность, то ракету надо сбивать, по возможности сразу же сбивать. Соответственно, система тут же автоматически высчитывает точки перехвата и показывает, сколько времени осталось до выхода цели из зоны поражения. То есть, если она не в автоматическом режиме работает, и оператор должен успеть нажать кнопку пуск, тогда ракета успеет перехватить. Если же она работает в автоматическом режиме, то пуск ракеты осуществляется мгновенно. Если точка падения ракеты определяется где-то в пустынной местности, где нет закрытых районов, то ПВО может эту ракету пропустить. И эта ракета просто упадет в этом чистом поле. Кстати, точно так же работает в Израиле железный купол. Они сбивают только те ракеты, которые летят в закрытые зоны, которые они защищают. Если ракета летит за, допустим, населенный пункт, куда-то там в пустыню, они ее пропускают, она там падает в пустыню, здесь взрывается и никакого вреда никому не причиняет. Вот примерно так. Но все работает в автоматическом режиме. Там все высчитывает компьютер, все происходит в секунды. Потому что от времени появления цели на экране до последней секунды возможности пуска противоракеты, оно исчисляется максимум десятками секунд. Причем для крылатых ракет тут ситуация похуже, потому что баллистические летят высоко, их хорошо видно, и траектория просчитывается с математической точностью. Для крылатых ракет их не видно. Они стараются прижиматься к земле и даже идти где-то на уровне горизонта. То есть по руслам рек, так, чтобы быть ниже деревьев, чтобы быть в мертвой зоне радаров. И вот с крылатыми чем сложнее, тем, что когда их видит РЛС, она их засекает и определяет возможности их сбития. Но, как правило, когда РЛС их не видит, или если РЛС теряет ракету, то система опять останавливается и переходит в режим поиска. Как только она засекает ракету, она опять просчитывает точку встречи и показывает оператору, может она ее сбить или не может она ее сбить. Вот в этом особенность, отличие баллистических ракет от крылатых. Баллистическую видно, там надо просто успеть. А крылатую не видно, ее надо поймать и успеть. Ну, судя по этому, у нас с крылатыми ракетами получается лучше, чем с баллистическими. Но сейчас с появлением Петриота, мы считайте, что нам появился дополнительный бакет, бонусы и мы теперь и баллистические цели можем сбивать. Расскажите подробнее различия между истребителем МИГ-29 и Ф-16 и почему Украина так стремится их получить для наступления. Смотрите, я не буду вдаваться, я, кстати, неоднократно на моем канале, можете поискать предыдущих видео, где я давал просто характеристики. Но скажу так, что МИГ-29 у него он тяжелее, чем у Ф-16, но за счет того, что у него два двигателя, у него некоторые показатели даже лучше, чем у Ф-16. Допустим, скорость набора высоты, маневренность и скорость максимальная. У него больше. Ф-16, он легкий, у него один двигатель, естественно, вот он по этим параметрам уступает. Но, в чем главное преимущество Ф-16? Почему мы ратуем за Ф-16? Ф-16 является многоцелевым самолетом. Если у МИГ-29 максимально, что он может, это он может выполнять функцию истребителя, то есть вести воздушный бой с противником и нести вооружение класса воздух-воздух, также он может выполнять функцию бомбардировщика. То есть это истребитель-бомбардировщик. И то бомбардировщик, это его не основная функция. Он просто может выполнять такое бомбометание. Вот то, что они сейчас делают. Вот эти планирующие бомбы, они там из-за линии фронта сбрасывают по нашей территории с помощью в том числе и этих самолетов. Ф-16 может выполнять 4 задачи. Ф-16 может работать как истребитель-перехватчик в спарринге с комплексом Петриот. С появлением Петриота в Украине потребность в Ф-16 еще возросла. То есть он адаптирован, бортовая система Ф-16 и Петриота, они адаптированы друг к другу. Самолет может либо выполнять роль разведчика, то есть передавать данные по обнаруженным в воздухе за счет своего бортового радара в целях, воздушным целям, либо может выполнять роль перехватчика, если система дается ли указание пилоту, и пилот идет на перехват той или иной ракеты. Это первая функция. Вторая функция истребитель для ведения воздушного боя с авиацией противники. Третья функция это бомбардировщик, точно так же как МиГ-29, но у Ф-16 более расширенные возможности. И штурмовик. Вот что самое главное. Он может выполнять роль штурмовика, то есть у него довольно очень много, в отличие от МиГ-29, у него много подвесов на крыльях, у него, по-моему, если я не ошибаюсь, 7,5 тонн боевой загрузки. Он может брать на борт, и это может быть как вооружение класса воздух-воздух, так и вооружение класса воздух-земля. И вот за счет функции штурмовой авиации он бы нам подошел. Легкий, быстрый, довольно маневренный, технологически намного лучше, чем советские или российские образцы типа МиГ-29 и Сушки. Поэтому мы просим, чтобы нам дали именно этот самолет F-16. Вот в чем коренное отличие и почему мы настаиваем на предоставлении нам этих самолетов. Расскажите, пожалуйста, о российских логистических возможностях. Почему их логистика привязана в основном к железной дороге и имеют привычку складировать боеприпасы? Почему вооруженные силы Украины не складируют новая технология логистических возможностей у Украины? Спасибо за ответ. Да, мы применяем без больших складов. У нас все идет в режиме онлайн. Все поставки идут с колес. И за счет этого мы можем маневрировать силами и средствами. Мы очень быстро можем менять направление логистики в связи с перемещением войск. И избегаем больших накоплений, больших складов тех или других видов боеприпасов. Точно так же и техника. В Российской Федерации все наоборот. У них все сводится на количество. У них огромное количество войск, огромное количество техники. Вспомните эти многокилометровые колонны, которые вторгались. Эти танковые колонны, тяжелые колонны. А теперь представьте, сколько она там... Каждый танк это где-то тонна дизельного топлива. То есть если 40 танков, это 40 тонн. Для того, чтобы их заправить. Если это артиллерия, то на них надо эшелон боеприпасов, потому что расход никто не считал. Лучше типа врага завалить снарядами. Поэтому они... Вспомните, лето прошлого года все военные компании, артиллерия Российской Федерации вела что? Огневой вал. Естественно, они даже... Пока у нас не появились Хаймарс, они даже делали... Вот на месте огневой позиции они сразу делали огромный склад. Туда навозили кучу боеприпасов и артиллерия пока не поразрывает стволы. Выкладывала их на грунт. Поэтому они... А смотрите, а машина-рейсы совершать очень невыгодно, очень мало. Они даже пытались... Вот в районе Севера Донецка они пытались использовать зерновозы. То есть машины, оборудованные с высокими бортами, под маскировку, но зерновоз едет только по сухому полю. И там от комбайна до... Это не знаю... До асфальта. Вот. Или от элеватора по асфальту до, допустим, места погрузки. Там на ЖД транспорт и прочее. Поэтому нужен что? Нужен транспорт с большой грузоподъемностью. Один воинский эшелон это 54 условных вагона. В среднем это где-то 5000 тонн. Вот поэтому Российская Федерация... Поэтому они не могут... Если это... Вот я вам приобрел... 40... 40 тонн это железнодорожная цистерна. 40 кубометров. Ну там чуть плотности... Не будем сейчас пересчитывать. Примерно. Понимаете? Таких... Если таких батальонов 10, да, допустим, полк. В полку, в мотострелковом... В танковом полку 10 танковых... Это самое... Три танковых батальонов. Это 120 тонн. Если в среднем на батальон 40 тонн. Плюс там еще рота. Ну где-то 150 тонн. Это уже порядка... Порядка где-то... В зависимости там... Берем самые 60 тонн цистерны. Это уже три цистерны. Железнодорожных цистерн. Так это одна заправка. А надо же несколько. Вот поэтому в России все упирается в железную дорогу. Чтобы как можно больше нагрузить. Как можно больше завести. И потом расходовать. И это должно постоянно пополняться. Вот поэтому, когда мы накрываем эшелон, у них начинается проблема в сбое. Да, они потом довозят. Когда мы их заставляли... Когда мы по Волновахе вели огонь и громили там железнодорожные пути. Они возили трейлерами. На Мелитополе они там возили. Но это... Трейлеры много не увезут. Понимаете? Техники и вооружения. Вот поэтому Россия не может отвязаться от железной дороги. Они большими объемами, большими тоннажом. Они просто привязаны к транспорту с большой грузоподъемностью. У нас все наоборот. Вот так построена логистика в российской армии. И примерно так построена логистика в вооруженных силах Украины. Кардинально отличается. Можно сказать, полная противоположность. Ну что ж, мы на этом с вами, наверное, вторую часть нашего видеообзора закончим. Это ответы на вопросы. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущему видео. Кстати, вот такой интересный комментарий, что кожедуб и покрышкин летали на американских истребителях. Это, наверное, к вопросу о Ленд-Лизе. А, и, наверное, о качестве самолетов. Что они, это же два самых знаменитых летчика. Так вот, свои звания героев Советского Союза, видите, они зарабатывали на американских самолетах. У меня, у меня вот, кстати, с самого начала, с первых часов вторжения, с первых суток, очень мощное чувство, что нам очень сильно помогают середины аппарата Москве. Потому что все, что было возможно сделать, все наиболее неправильные приказы, которые можно было отдать, были отданы с первых секунд. Они стояли два с половиной часа, бомбили всем, что у них было, абсолютно пустую границу. Ведь в первые секунды поступила команда, как я понимаю, отступить всем войскам и войти в более-менее большие населенные пункты или областные центры. Чтобы не стать мясом без поддержки. И начиная с этого приказа, приказ за приказом, это полная фиаско. Как будто кто-то спецом там сидел, продумывал наиболее правильные шаги и делал все с точностью наоборот. Не сконцентрировать войска на востоке или вообще на Донбассе, а растянуть на пол Украины. Не дожимать Киев, кинув туда все резервы, а получив по морде отойти, войска на Херсон бросить. Ну первокласснику уже ясно было, что и ПСО, мост тот же, Москву к берегу погнали. И это я только самые запоминающиеся фиаско написал. Ну как говорится, спасибо, слава Украине. Вот такой. Про ФАБ и правда. Я из Северной Салтовки, Харьков. У меня в крыше дома торчал неразорванный ФАБ-500. Это обычная девятиэтажка. Это о том, что они не взрываются. Ваши видео регулярно выкладывают на канале Униан. Просмотры большие. Главное, там задают много вопросов. Видимо, надеюсь, что вы эти вопросы читаете и ответите на них. Может это будет некорректно, но внесите, пожалуйста, ясность для этих зрителей. Да, еще раз вношу ясность для всех зрителей. Я читаю комментарии и отвечаю на вопросы, только заданные и написанные на моем канале. Все остальное я не беру во внимание. Принудительная паспортизация на оккупированных территориях не является легитимной и не может быть признана мировым сообществом, чтобы орки не говорили. Да, вы с точки зрения юриспруденции абсолютно правы. Но у России своя юрисдикция, к сожалению. По поводу оккупированных территорий и давления на местных жителей. Брать русские паспорта, все правда. Мои родители очень напуганы, что их выселят из дома. Я, к сожалению, ничем им помочь не могу. Говорю, берите тот гребаный паспорт, потом выбросите в туалет. Не будет паспорта, не будет песни, пенсии. Людям как-то нужно выживать. Да, там надо определяться, на мой взгляд, надо определяться по месту, по ситуации. Найжахливейше зараз те, что регионы, места, которые поддерживали русский мир до войны, потерпают и страждают зараз больше. Так Московия мстится за людей, которые были на них расположены. Теперь очи открыты у всех. Украина и украинцы наикращие пишутся всеми вами. Перемога Украины уже скоро. Тримаемося, родненьки. В Европе человек работает всю жизнь и платит налоги, для того, чтобы выйти на пенсию, наслаждаться жизнью и ездить по миру. В России человек пашет всю жизнь без отдыха, для того, чтобы в старости получить нищенскую пенсию и шарить по помойкам и собирать просрочку. Вот вам и разница миров. А ведь Советский Союз выиграл Вторую мировую, в отличие от Германии. Ну, если сравнивать с Германией, то да, Советский Союз считается в когорте победителей. Ой, вот этот пример про соседа я многим русским приводил еще в 2014 году. Им пофиг. Они хотят, значит они берут. Так они привыкли. Я жила в русской глубинке три года. Там это нормально. Сопрут все, что понравилось, если не прикручено к полу. И то еще под вопросом. Если сильно понравилось, то вырвут с корнями. Прямо перед глазами. Это у них норма. Если у них российские паспорта и они граждане России, то пусть собирают свои манатки и едут в Россию. Сейчас эти сволочи накрыли бахмут зажигательными снарядами. Да, вчера кадры горящего бахмута, это конечно очень печально и ужасно. Но методы ведения войны Российской Федерации, тут фашисты Второй Мировой просто отдыхают по сравнению с тем, что творит российский фашизм. Олег, здравствуйте. Хотела вам сказать, что Гиркин, что Пригожин работают на Путина. Просто специально играет каждый свою роль по сценарию. То есть разводят всех. На самом деле они все едины и никакой вражды между ними нет. Пригожин обещает 10.05.23 выезти войска из-за нехватки боеприпасов. Это тоже брехня, так как боеприпасов хватает. Просто перед нашим контрнаступлением боятся проиграть. Поэтому хотят красиво выйти из этой ситуации. Обвинив не Путина, а Герасимова и Шойгу. Опять же разводят всех этим. И кстати нашим вооруженным силам Украины нужно будет быть аккуратнее при наступлении. Так как расисты скорее всего готовят и нам какую-то ловушку. Ну что же, это ваша версия вполне имеет право на жизнь. Привет Олег, привет из Польши. Слава Украине, никаких уступок Путину, чтобы громить орков до последнего на вашей украинской земле. Немытые, что с лицом? Да, мы сбили кинжал. Командующий воздушных сил вооруженных сил Украины подтвердил уничтожение ракеты Х-47. Ракета кинжал. Поздравляю украинский народ с историческим событием. Да, мы сбили не имеющий аналогов, в кавычках аналогов, кинжал. ЗРК Патриот Сила. Написал Николай Олещук. Это командующий воздушных сил вооруженных сил Украины. А кстати, вы заметили, что в Ленинграде и Масвабаде не знают, какую мову учить. Уже пополняется словарный запас. Перемога, зрада, независимость и прочее. А вот тут комментарий вам написали, очень интересно я его озвучу. Хай вчать щебениця, дзвониця, цвинтарь, въязниця. Все эти слова, которые им нужно закаркувать в мозг. Вот так вот. Свободу Белгородской Народной Республики. Спасибо, Украина, за демилитаризацию и деноцификацию российского режима. Скорой победы. Горы трупов в Бурьяне свалены. Толпы пленных вдали пылят. А мясник все вперед за Сталина. В мясорубку сует солдат. Это отрывок из стихотворения Астафьева «Украденная победа». То есть, видите, все повторяется. В мясорубку толкают кучи народа. Ну, теперь Путин, раньше Сталин, теперь Путин. Слава Украине и ее защитника. Смотрел где-то выступление Кадырки. Он говорит, что если уйдет Вагнер из Бахмута, то придут к Кадырке, много чего он там намолол. Но он сильно и часто вспоминал Дон. Успокойте его кто-то в Украине. Успокойте его кто-то. Украине Дон не нужен. И вооруженные силы его брать не будут. Ну да. Да, он там в подразделении Ахмат. Хочет завести. Кстати, Прихожин схватил его за хвост и требует, чтобы Шойгу немедленно отдал распоряжение на то, чтобы Ахмат занял позиции Вагнера. А Вагнер быстро, тихонечко свалил из Бахмута. Там цирк разыгрывается очень интересный. Есть на что посмотреть. Как говорится, события вокруг Прихожина и Вагнера перестают быть томными. Путин любит понты. Зачем помогать своим рабам, если они молчат и всем довольны? Если можно лезть в чужую страну и всем рассказывать, что всем помогает? Ну они, кстати, верят. Эти рабы Путину верят в большинстве своем, что они помогают. Это самое страшное. Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать. Ну вот это правда. От Советского Союза у него осталась, наверное, главная черта. Долгое время была несостыковка. На фоне деградации экономики, науки, медицины, образования и транспортной инфраструктуры выделялась армия. По версии Кремля, она обновилась и стала непобедимой. Но сейчас все стало на свои места. Армия деградировала вместе со всем остальным. Глава Комитета по обороне Андрей Картополов заявил РБК, РБК это издание, что компании, которые владеют важными объектами, например, нефтехранилищами, должны самостоятельно предусмотреть на них защиту от атак дронов. Ну это вполне по-российски. То есть, ПВО на всех не хватает. Берите теннисные ракетки, отбивайтесь от дронов. Ну что ж, на такой вот слегка юмористической ноте мы с вами закончим сегодняшний наш видеообзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз приглашаю, напоминаю, кто не подписан, подпишитесь на мой канал, получайте уведомления о появлении новых видео, пишите комментарии на моем канале, задавайте вопросы на моем канале, и я буду стараться на них ответить. Также прошу всех, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, лайки, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Отдельные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем вірить в Збройные силы Украины. Перемога наша, слава Украине!